Квантовая механика Отец Паули, профессор химии и врач одновременно, звали его тоже Вольганг. Так что, собственно, Вольганг Паули долго подписывал статьи, как доктор Вольганг Паули-младший, потому что существовал еще и старший. Крестным отцом его был Эрнст Мах. Старший Паули в свое время слушал его лекции, и они поддерживали хорошие отношения. И свое второе имя, Вольганг Эрнст Паули, он получил как раз в честь Маха. В 1910 году он пошел в гимназию, все там же, в Вене. Имел репутацию вундеркенда, как среди своих соучеников, так и среди учителей. И, кстати, с ним в классе учился еще один будущий лауреат Нобелевской премии. И какой-то не то химик, не то биохимик, я сейчас не помню его фамилию, в общем, мне неизвестный человек. Но, тем не менее, в одном классе два Нобелевских лауреата это довольно большая концентрация. В 1918 году он поступил в Менскенский университет и стал ходить на семинары Зуммерфельда. Зуммерфельд для своих учеников организовал такие семинары, на которых докладывали студенты как о том, чем они занимаются, так и о том, какие работы выходят. И среди учеников Зуммерфельда в это время в основном ученики его занимались как раз вещами, связанными с физикой атомов и спектроскопией. Хотя, в принципе, у Зуммерфельда был широкий круг интересов, могли быть и другие. Значит, вот по просьбе Зуммерфельда, 20-летний в то время Павли написал обзор по общей теории относительности для энциклопедии математики. Это энциклопедия математики, это не то чтобы энциклопедия, а такая серия книг. В каждой книге обдаётся обзор какой-нибудь достаточно большой области. Ну, в чём-то я бы сказала на теперешний Физикс Репортс, похоже так это. И этот обзор был высоко оценен... Опять тут закрылась, что-то эта дверь в то время закрывается как-то открыто. Так, значит, обзор этот высоко оценил Эйнштейн. Ну, а вообще Павли был в то время молодым человеком весьма самонадеянным. Однажды на каком-то большом академическом сборище, на какой-то конференции, что ли, после выступления Эйнштейна, он встал и сказал, «Вы знаете, то, что тут нам сейчас сказал господин Эйнштейн, не так уж и глупо». Ну, что, очевидно, соответствовало действительности. Ну, Павли тоже активно включился в работу над спектроскопическими проблемами, чем занимался активно Замёрфельд и его ученики. И через год к нему присоединился Хайзенберг, они были одновременно студентами, только Хайзенберг на год младше, и стали, в общем-то, большими друзьями, оставались ими всю жизнь. В 1921 году он защитил диссертацию, что называется, PHD, и уехал в Гютинген работать ассистентом к Максу Борну. В тот период, когда он был в Гютингенео Борна, там было некое мероприятие, когда Нильс Борн выступал с целым циклом лекций о квантовой теории, это вот в 1922 году было, который, в общем, очень способствовал распространению от всех этих новейших идей старой квантовой теории среди европейских физиков пользовался огромной популярностью. Эта серия лекций пользовалась большой популярностью. Ну, а потом, вот год он пробыл в Гютингенео Борна, а потом перебрался в Гамбург, в университет Гамбурга. Вообще говоря, по своему складу характера, Пауле не очень нравилось жить в Гютингене, в таком очень тихом, очень провинциальном, чисто университетском городке, где никогда ничего не происходит, половину населения составляют студенты и профессора университета. Ему больше нравилась атмосфера большого города. А, да, он всегда поздно ложился и поздно вставал. У Борна была большая проблема добудиться Пауле, чтобы он пришел хотя бы ко второй паре в университет. Ну, любил там посидеть в кафе по вечерам, любил сладкое очень сильно всю жизнь. И большой город типа Гамбурга, в общем-то, ему нравился явно больше, чем тихий провинциальный городок. Потом он на год примерно поехал по приглашению Бора в Институт теоретической физики в Копенгаген. И там он в основном занимался попытками как-то понять аномальный эффект Зеймана. Однажды его на улице встретил какой-то знакомый и заметил, что тот не очень-то выглядит счастливым. На что Пауле ответил, что как же может быть счастливым человек, когда он размышляет об аномальном эффекте Зеймана. В те же времена в письме к кому-то, может, к Бору, может, кому-то другому, он написал такую фразу, что физика слишком трудна для меня. Я бы хотел быть комиком в кино или кем-нибудь в этом роде, лишь бы никогда больше ничего не слышать о физике. Потом он вернулся в Гамбург уже в роли кого? Тут у меня не написано в шпаргалке, но что-нибудь типа ассоциатива профессора, то есть еще не совсем полного профессора, скорее всего. И там он работал, впрочем, несколько лет. Как раз в это время, в 1925 году, будучи профессором в Гамбурге, он, собственно, и опубликовал статью, которая содержит принцип запрета. В 1928 году, я сейчас очень кратко пробегусь по остатку его биографии, которые нас в меньшей степени интересуют, в 1925 году он перебрался в Цюрих, в высшую техническую школу. Это высшая техническая школа, в общем-то, была крупным научным центром, там работало множество классиков физики в разное время. Там он был долго, там он как раз создал некую школу, у него были ученики и все такое прочее. А, ну да, но ему так и не удалось получить швейцарское гражданство. Он, вообще-то, был гражданин Австрии. Но потом, когда произошел аншлюз, захват Австрии и Германии, то австрийское гражданство как таковое перестало существовать. Он пытался получить швейцарское гражданство, но безуспешно. Там вот очень сложная какая-то процедура была. Вы помните, что я рассказывал, как Эйнштейн пытался его получить, но получил, в конце концов, но только через год. Вот Павле почему-то его так и не дали. И где-то перед Второй мировой войной, а, собственно, в 1940 году, он уехал в США, в Принстонский институт перспективных исследований, где он как раз и находился в течение всей войны. Потом, после окончания войны, вернулся в Цюрих, читал там лекции, пользовавшиеся большой популярностью, на которой съезжались физики, там, отовсюду послушать Павле. И, наконец, в 1949 году с трудом получил таки это самое швейцарское гражданство. Причем, заметьте, что Швейцария была, ну, ничего, была, есть конфедерация. То есть там, вообще-то, говоря, каждый кантон – это совершенно независимое государство, которое только, ну, вот как-то координирует свои действия. То есть вот вопросы о гражданстве каждый кантон решает отдельно. И гражданство кантона Цюрих он так и не получил. Он купил дом в пригороде, который находился уже в другом кантоне, и получил гражданство соответствующее. Значит, в таком, что ли, физическом фольклоре, кроме принципа Павли известного, существует еще такая вещь, как эффект Павли. Эффект Павли – это, ну, то есть Павли, вообще-то, в принципе, достаточно охотно заходил в лабораторию экспериментаторов и начинал крутить в руках какой-нибудь прибор, после чего он, как правило, ломался. Но среди экспериментаторов распространилось такое мнение, что даже если Павли просто зайдет в лабораторию или подойдет к ней близко, то это не к добру, и что-нибудь обязательно там испортится. И самый яркий пример этого эффекта Павли был такой, что в лаборатории Франка в Гетингене однажды произошел крупный взрыв, который разрушил какую-то большую экспериментальную установку, и, как выяснилось, этот взрыв произошел ровно в то время, когда поезд, в котором ехал Павли, на пять минут установился на вокзале в Гетингене. Так что этот эффект действует на довольно больших расстояниях. Вообще он отличался исключительно критическим складом ума. О большинстве статей он выносил такое мнение. Либо неверно, либо тривиально. Однажды у него спросили его мнение о какой-то статье, которая была написана довольно неясно. На что он очень с тоскливым голосом сказал, это даже не неверно. Если я не ошибаюсь, это на самом деле было про статью Ландау и Перлса про соотношение неопределенности в релятивистской области, в связи с которой потом, несколько лет спустя Бор и Розенфельд все переделали по-другому. В общем, там была достаточно невнятно написанная статья. То есть его критики, в общем-то, боялись. У него было такое прозвище «Бич Божий». В какой-то промежуток жизни, когда у него были проблемы всякие разные личные, он познакомился и подружился с известным психологом Карлом Юнгом. Может быть, слышали. Второй, видимо, по знаменитости психолог после Фройда и ученик Фройда. Ну вот. И дальше они поддерживали довольно тесные контакты всю оставшуюся жизнь. И говорят, хотя я точно не знаю, я совершенно не специалист в этой области, говорят, что некоторые психологические идеи Юнга про архетипы, еще про что-то, они в значительной степени исходят из совместных дискуссий Паули и Юнга. Ну ладно. Значит, это все было некоторое небольшое отступление. Дальше вернемся к структуре атомов. И долгое время существовала проблема, естественно, объяснения периодической системы элементов Менделеева. Причем периоды в этой периодической системе имеют вид... Длина периодов имеют вид 2Н квадрат. Ну там первый период имеет длину 2, потом 8, потом 18. Ну они там, правда, повторяются. 2, 8, 8, 18, 18. Бор довольно много занимался попытками понять периодическую систему элементов с точки зрения старой квантовой теории Бора Зоммерфельда. Но надо сказать, что все это походило сильно на гадание на кофейные гущи. То есть то, что в каждой электронной оболочке в электронной оболочке с главным квантовым числом Н может находиться 2Н квадрата электронов, это он знал, исходя из чисто эмпирических таких химических фактов. Но никакого внятного объяснения этому не было. И подразделение полной, замкнутой, скажем, электронной оболочки в атоме на подоболочки с разными L Бора было абсолютно неверным. И просто, в общем-то, я говорю, придуманным, с потолка взятым. Паули в 1924 году написал статью какую-то о заполнении электронных оболочек, где на основе спектроскопических данных, в основном вот об аномальном Зеймон-эффекте, конечно, продемонстрировал, что... продемонстрировал он, что замкнутая электронная оболочка, любая, но полностью заполненная, имеет все квантовые числа нулевые. То есть она имеет L равно нулю и S равно нулю. Значит, элементы, где есть только замкнутые электронные оболочки, никаких электронов сверх этих оболочек, это инертные газы, всякие там аргон, неон и так далее, и так далее. Если есть один электрон сверх замкнутых оболочек, то у него, стало быть, L и S определяются только одним этим электроном – это щелочные металлы. Ну, это, в общем, в каком-то смысле... А, ну да, ну вот в щелочных металлах было известно из данных по Аномальному Зеймон-эффекту, что в магнетном поле термоспектроскопические, то есть уровни энергии, расщепляются на дублеты в щелочных металлах. Значит, вот у этого одного внешнего электрона, который там находится сверх замкнутых оболочек, есть еще нечто, некая двузначность, нечто, что Пауле назвал неклассической двузначностью. И это, ну, в общем-то, можно сказать, что это МС, это проекция спина этого внешнего электрона на магнетное поле в случае эффекта Зеймона. Ну, про спин тогда еще не знали, а Пауле использовал именно такой очень неконкретный термин – не классическая двузначность электрона. Бор тоже использовал какой-то очень невнятный термин для того же самого, что-то типа немеханическое натяжение или напряжение, что-то… Ну, в общем, смысл этого термина расшепровать все равно невозможно. А вот в том же 1924 году Стонер, в общем-то, по-видимому, больше ничем не знаменитый, потому что я как-то это имя больше ни в каком другом контексте не встречал, предложил правильное распределение вот этих 2N квадрат электронов, которые образуют замкнутую оболочку, по под оболочкам с разными L. А именно он предположил, ну и, в общем-то, продемонстрировал сравнение с большим числом данных по тому же Аномальному музею Манэффекту, что на под оболочке с данным L может находиться 2 на 2L плюс 1 электронов, если это по L, соответственно, просуммировать до максимального значения, до N без единицы, как раз получится 2N квадрат. У Бура раньше 2N квадрат было, а вот это здесь было нечто совершенно другое, ни в какие ворота не лезущее. Кроме того, Стонер там высказал такую идею, что при данном главном квантовом числе N число уровней в щелочном металле, вот если на N-ой оболочке находится один-единственный электрон, ну, включая магнитное поле, этот электрон может находиться в каких-то разных состояниях, с разными L, с разными G, с разными M. Вот суммарное число этих состояний, на которое расщепляется уровень при включении магнитного поля, равно числу заполнения, числу электронов в замкнутой оболочке, то есть той, которая дальше за этим щелочным металлом принадлежит инертному газу. Я бы сказал, что это уже почти половина формулировки принципа ПАО. Фактически главная вещь уже была сказана Стонера. Но Паули как-то это все сформулировал более четко. То есть он сказал, что электрон характеризуется четырьмя квантовыми числами. Главное квантовое число – орбитальное квантовое число – G, смысл которого тогда был непонятен. Тогда это называлось внутреннее квантовое число. И Mg. И что не может в атоме быть двух электронов, у которых совпадают все четыре квантовые числа. Ну и тогда, поскольку G может быть равно L минус 1 вторая или L плюс 1 вторая, то вот это выражение легко объясняется. То есть сумма по двум возможным значениям G, которая равна либо L минус половинка, либо L плюс половинка, от этого самого 2G плюс 1, это есть как раз 2 на 2L плюс 1, что это легко проверить. Ну а дальше, если мы еще и по L просуммируем, мы получим 2N квадрат, максимально возможное число электронов, вы получите с главным квантовым числом L. Ну вот это, собственно, и есть утверждение принципа Паули. И вот надо что тут подчеркнуть? Что это было сделано в рамках старой квантовой теории. Сейчас, в общем-то, формулировка принципа Паули, я бы сказал, должна быть сильно другой. Потому что, во-первых, в многоэлектронных атомах нет такой вещи, как состояние одного электрона. Есть только состояние всей электронной системы в целом. И только в очень приближенном смысле можно говорить о состояниях индивидуальных электронов. И только в очень приближенном смысле достаточно сказать, что в одном таком состоянии не может находиться двух электронов. На самом деле, так сказать, правильная формулировка принципа Паули стала ясна заметно позже, что волновая функция системы фермионов антисимметрична относительно перестановки этих двух фермионов. Ну и тогда, если можно сказать, что они находятся в каких-то одночастечных состояниях, то отсюда и следует принцип Паули. Если нельзя, значит, нельзя. Антисимметрия – это фундаментальное свойство для фермионов. И это, на самом деле, конечно, было понято позже, уже после открытия квантовой механики. В неком немножко частном случае Хайзенбергам он применил это, ну не применил, а впервые придумал в каком-то смысле, для атома гелия, где как раз есть два электрона. И вот он говорил, Хайзенберг, что волновая функция антисимметрична относительно перестановки этих двух электронов. А в общем виде просвойства симметрии, антисимметрии волновых функций говорил Дерак еще позднее. Так что вот принцип Паули, как он был сформулирован, я говорю, это какая-то несколько такая предварительная формулировка. Это максимум того, что можно было понять, оставаясь еще в рамках старой квантовой теории. Ну вот, по крайней мере, Паули тем самым ответил на давнешний вопрос Бора. А почему вообще все электроны атома не движутся по одной и той же орбите, соответствующей низшему энергетическому состоянию. Ну, теперь, значит, мы перейдем к открытию спины электрона. Это другое важное достижение, которое было сделано, ну, фактически, в последний момент в параллель с открытием истинной квантовой механизмы. А, ну да, прежде чем переходить ко всяким теоретическим рассуждениям, которые привели к понятию спины электрона. Я пару слов, конечно, должен сказать про эксперимент Штерна-Герлаха. Очень важный эксперимент, который, с одной стороны, подтвердил представление старой квантовой теории о пространственном квантовании, о том, что проекция момента импульса на какую-нибудь ось не может принимать любое значение. То есть по вот этой старой квантовой теории, где момент импульса был нормальным, обыкновенным классическим вектором, вот таким отрезок со стрелочкой, то он может быть направлен только под какими-то дискретными углами к этой самой выбранной оси. А с другой стороны, он не очень укладывался в представление того времени. Это, да, это мне, значит, надо чуть назад отойти, потому что эксперимент Штерна-Герлаха вообще был в 1922 году. Значит, Штерна и Герлах сделали следующую вещь. Они хотели посмотреть, как отклоняется в сильно неоднородном магнитном поле ну вот атома. У атомов может быть магнитный момент, не у всех он отличен от нуля, но у многих отличен от нуля. И поэтому в сильно неоднородном магнитном поле на них действует сила. То есть эксперимент ставился так. Вот если смотреть в торец этой установки, то это клин из ферромагнитного материала, который из железа какого-нибудь там, который вот здесь создает очень сильно неоднородное магнитное поле. Вот здесь, вблизи самого клина, оно очень сильное. Это я силовые линии нарисовал. А дальше оно становится слабее. И теперь, чуть выше этого клина, чтобы за него не задеть, вот так вот, перпендикулярно к доске, опускается пучок нейтральных атомов. Поставить аналогичный эксперимент с заряженными частицами, прямо с электронами, например, совершенно невозможно, потому что гораздо сильнее на эти электроны будет действовать просто сила Лоренца. Они будут отклоняться вбук. Гораздо сильнее, чем вверх и вниз из-за неоднородности магнитного поля. Много сильнее. С нейтральными атомами этот фокус проходит. Первый эксперимент был с серебром. Что ожидалось и что получилось? Ожидалось, что у атома серебра есть магнитный момент, если он направлен в одну сторону, так что энергия взаимодействия с полем отрицательна, значит, он стремится отклониться туда, где магнитное поле сильнее. Это все довольно длинное хозяйство. Длинный вот такой клим. Значит, он будет отклоняться вниз при противоположном знаке проекции магнитного момента на осьзатон будет отклоняться вверх. При нулевой проекции он отклоняться не будет. Ну и поскольку тогда было, в общем-то, всем известно, что имеется 2L плюс 1 возможных значений проекции момента на вот это направление магнитного поля, и в серебре имеется один внешний электрон, который, как считалось, как раз с L равным 1. Ожидалось, что будут 3 линии. Там ставилась пластинка, на которой регистрировалась. Ожидалось, что будут несмещённая линия, соответствующая M равному нулю, смещённая в одну сторону и смещённая в другую сторону. Что Штерн и Герлах на самом деле увидели? Они увидели как раз то же самое, но без центральной линии. Были только 2 линии, вот куда концентрировались эти самые атомы серебра. Соответственно, было 2 возможных проекции момента импульса на магнитное поле. Величину магнитного момента тоже, в общем, можно измерить, потому что магнитное поле здесь более-менее хорошо контролировалось, хотя это не очень точное измерение, но оказалось, что проекции магнитного момента на магнитное поле равнялись либо плюс единица, либо минус единица в единицах магнитона Бор. Ну, такая вот чисто основанная на орбитальном движении электронов картина, объяснить, почему это дублет, а не триплет, не могла. и это на самом деле позже, через несколько лет, послужило таким мощным аргументом в пользу существования спина электрона. А идею спина, ну, по крайней мере, в каком-нибудь таком достаточно достаточно развитом, скажем так, видят. Разные люди там говорили еще и раньше, что вот электрон, он, может быть, вращается вокруг своей оси, чтобы это значило, никто не знал, но слова такие говорились без всякого четкого обоснования. А первое, уже с какими-то хорошими аргументами, высказывания на эту тему, сделал Ральф Кроник. Ральф Кроник, собственно говоря, строго говоря, он даже Де Кроник, это дворянская фамилия. Он родился в Дрездене в 1904 году, но он был сыном какого-то американского художника, который в это время жил в Германии. Потом через некоторое время вся эта семья вернулась в США, и Ральф Кроник там учился в Колумбийском университете, который закончил, получил грант от этого Колумбийского университета на то, чтобы съездить в Европу. он занимался спектроскопией в основном, в те места, где в Европе активно велись спектроскопические исследования. А главным таким местом был, конечно, Тюбинген, где находился Ланде. И не только один Ланде, там было несколько классиков спектроскопии одновременно. И вот Кроник в январе 1925 года приехал в Тюбинген к Ланде. Там же был Герлах, там же был Бак, у которого эффект Паша на Бака. В общем, целая куча спектроскопистов. И Ланде ему сказал, что он получил недавно на днях письмо от Павли, где тот излагал фактически принцип Павли, который тогда еще не был опубликован. Вообще, надо сказать, что Павли очень любил писать длинные пространные письма к разным физикам, где излагал свои идеи. Часто в течение долгого времени, а в исключительных случаях, и так сказать, навсегда, единственное место, где эти идеи излагались, были письма. То есть они исполняли в каком-то смысле роль припринтов, физиков, занимающихся квантовой теорией, было мало, и достаточно было разослать эти письма в десятку основных участников событий, чтобы это уже было достаточно широко распространено. Значит, Ральф Кроник, прочитавший это письмо Павле, пришла ему в голову идея спины электрона, что у электрона есть собственный момент импульса, равный одной-второй, в правильных единицах, когда орбитальный момент начинается с единички, а спина имеет значение одна-вторая. А вот магнитный момент электрона равен одному магнитону Бора, что уже непонятно, потому потому что по обычным рассуждениям типа Лармора, если даже этот магнитный момент обусловлен допустим движением каких-то составных частей электрона, вот он какой-то конечный размер предположим имеет, и там в нем есть какие-то части или это сплошная среда, но с определенным значением отношения Е к М, то отношение магнитного момента к моменту импульса должно быть Е на 2 МС, а тут оно получается в два раза больше, то есть геромагнитное отношение, связанное со спином, в два раза больше ожидаемого, но тогда это позволяет объяснить, ну, собственно, это же предполагал Ланде, это уже как бы люди привыкли, но Ланде все еще считал, что это момент импульса и магнитный момент центральной части атома, всей части атома, кроме внешних электронов в валентах, ну, вот, Кроник сказал, давайте это будем связывать с тем самым внешним электроном, это его внутреннее свойство, его момент импульса и его магнитный момент, тогда он быстренько прикинул, каким последствиям приводит такая гипотеза для тонкой структуры щелочных металлов и обнаружил, что она дает правильную зависимость расщепления тонкой структуры от Z, что раньше объяснить было невозможно, тогда значит Ланде еще больше утвердился в мысли, что что-то в этом есть и решил посмотреть случай водорода для водорода ну, все всегда проще и там можно было сравнить с известными результатами Зоммерфельда то есть тонкая структура водорода действительно правильно описывалась формулой Зоммерфельда вот когда мы обсуждали формулу Зоммерфельда я уже говорил что это совпадение в общем-то случайное поскольку эта формула не учитывает ни спины электрона ни правильной квантовой механики это в рамках старой квантовой теории но случайно так получилось что она действительно описывает правильно тонкую структуру уровней атома водорода значит единственный способ не испортить согласие с экспериментом и при этом как-то изменить формулу Зоммерфельда в соответствии с введением спины это такой там значит формулу Зоммерфельда ну давайте ее вспомним там была я даже не буду писать от нее главную часть но там была такая скобочка которая собственно и описывает эту релятивистскую поправку в которой стояла n на l минус 3 четверти ну вот и где считалось что l начинается с единицы как это обычно в старой квантовой теории делалось ну вот чтобы то есть l должно быть целыми числами чтобы не испортить согласие формулы Зоммерфельда с экспериментом поэтому единственный способ что-то здесь изменить ввести полный ж и не испортить согласие надо чтобы здесь стояла ж плюс одна вторая чтобы здесь тоже более целое число тот же набор целых чисел то есть два разных уровня с l равным g плюс минус одна вторая должны иметь одинаковую энергию должны не расщепляться ну а кроник посчитал ну вот ну как он посчитал совершенно естественным образом вот если есть электрон у него магнитные моменты он движется ватами то что в своей системе покоя увидят в лабораторной системе есть кулоновское поле оно чисто электрическое но в системе покоя электронов у него появилась магнитная компонента магнитный момент электрона взаимодействует с этим магнитным полем и дает добавку к энергии положительную или отрицательную в зависимости от того поля направлен на этот магнитный момент ну и получилась у него вот эта спиноорбитальная взаимодействия в два раза больше чем надо два раза больше чем чтобы получить вот такое вот вырождение где-то в скорости туда в Тюбинген приезжал в Пауле и кроник ему высказал вот эту самую идею на что Паули отреагировал крайне кисло на что в общем-то было довольно естественно Паули на все реагировал очень критически Паули на эту идею с пеной электрона сказал это очень остроумная выдумка такая была у него оценка но вообще Паули в это время уже совершенно полностью отказался от попыток построить какие-то такие наглядные в классическом стиле картины того что происходит внутри атома поэтому эта вот идея что электрон это такой шарик конечного размера который крутится вокруг своей оси ему казалось совершенно непривлекательной как слишком наглядная и слишком классическая в общем в каком-то смысле он был совершенно прав с пен действительно чисто квантовая вещь но тем не менее мнение нескольких ведущих физиков первым из которых узнал об этой идее был Паули но потом через некоторое время он кроник в смысле поехал в Копенгаген где Борок почему-то не было где-то он был в отъезде но он там общался с Хайзенбергом и Крамерсом оба они тоже очень отрицательно отнеслись к этой идее основные вопросы там были такие значит почему у электронно герромагнитное отношение спиновое герромагнитное отношение в два раза больше чем надо действительно непонятно если какие-то составные части которые заряжены и движутся то следовало бы ожидать что оно будет так сказать ожидаемо кроме того ну конечно вот это вот самая лишняя двойка в пенорбитальном взаимодействии это пожалуй самый убедительный аргумент против и еще кроме того в то время считалось что ядра состоят из протонов и электронов потому что ничего другого людей не знали никаких других частиц но а тогда если у электронов есть вот такой здоровый собственный магнитный момент равный одному магнитону бора то куда же он спрашивается подевался было известно что магнитный момент ядер если и есть то много много меньше так что в результате всей этой критики кроник так и не опубликовал свою идею и в общем-то зря он послушался старших потому что ну потому что идея была совершенно правильная и немножко позже хотя в том же самом году но только осенью ее опубликовали два других молодых человека голландца голландские физики ну вот про них я и пару слов скажу потому что действительно у них то есть это молодые голландцы в Лейдене ученики Эринфеста их биография в общем довольно нетривиальная особенно вот у одного это Джордж Улинбек он родился в 1900 году вот все они родились примерно на грани веков эти все молодые создатели квантовой механики родился он в городе Ботавия в голландской Ост-Индии немного немало значит голландская Ост-Индия это то что сейчас называется Индонезия Ботавия это то что сейчас называется Джакарта столица Индонезии отец его был подполковником голландской Ост-Индийской армии мать была дочерью генерал-майора той же армии подполковнику повезло но они там переезжали по разным военным гарнизонам этой самой Ост-Индии колонии Голландии но в 905 году вернулись все в Голландию собственно потому что этот подполковник был человеком умным хотел дать хорошее образование своим детям значит вернулись они в Гаагу где Джордж учился в школе интересовался физикой читал университетского уровня учебник Лоренса самостоятельно изучил дифференциальное интегральное исчисление в общем был вполне продвинутым учеником и в 1918 году в 18 лет стало быть сдал выпускные экзамены в этой школе но поступить в университет он не мог потому что для поступления в университет в Голландии в это время требовалось знание древнегреческого и латыни которые изучали только в гимназиях они изучали в обычных школах значит в результате он поступил в технический институт технологический институт в Делфте на специально химическое машиностроение которое ему ужасно не нравилось он хотел заниматься физикой а не машиностроением и к счастью эти законы в скорости наконец изменились и в 1919 году он смог перевестись в Леденский университет там он слушал лекции посещал семинары Пауля Оренфеста в 1920 году сдал кандидатские экзамены в общем у него не было особенно хороших перспектив трудоустройства деньги где-то надо было зарабатывать он согласился на довольно нетривиальное предложение значит с 22 по 25 год он был домашним учителем сына голландского посла в Риме то есть вот он как бы работал учителем жил в посольстве обучал одного единственного ученика сына посла Оренфест ему рекомендовал познакомиться с ферми который тоже был в это время в Риме естественно что Оленбек и сделал и подружился довольно крепко с ферми это тоже дружба которая сохранилась потом надолго и хорошо подружившись познакомившись с ферми и поняв что это выдающийся человек который может стать крупным физиком он предложил Оренфесту пригласить ферми в Лейден на некоторое время что и было сделано ферми три месяца на три месяца съездил в Лейден там общался с Оренфестом это имело большое значение для научной карьеры собственно уже ферми потому что до того он тоже на какой-то короткий срок посещал Гетинген где был дух такой математический и там он не сошелся близко ни с кем и в общем находился на грани отчаяния что он не может ничего понять что эти физики развитой страны из Германии вообще такое говорят чем они там все занимаются ну а с Оренфестом Лейден он приобрел необходимую уверенность в себе что ему в общем очень помогло в жизни ну вот и в двадцать пятом году Оленбек вернулся из Рима в Лейден стал там ассистентом Оренфеста и в это же время там работал Гаутсмит другой ассистент Оренфеста они подружились Гаутсмит занимался спектроскопическими всякими вещами Оленбек в общем в этот момент еще не разбирался особенно во всей этой квантовой теории был совершенно необразованным в этой области но имел хорошее базовое физическое образование то есть они как раз прекрасно дополняли друг друга один знал там тонкости описания аномального эффекта Зеймана в там для разных элементов но имел пробелы в таком общефизическом образовании другой наоборот значит в результате они подружились и ну чтобы уж покончить конкретно с жизнью Оленбека он в 27 году поехал в Копенгаген к Бору на обратном пути заехал Геттинген потом опять в Лейден защитил диссертацию и наконец в том же 27 году в Мичиганском университете в Энн Арбор в США освободилась профессорская оппозиция там раньше профессором был Оскар Клейн тоже один из Боровского круга физиков но он оттуда уходил и Ренфест рекомендовал им на место Оскара Клейна взять сразу двоих молодых физиков Олимбека и Гаутсмита чтобы он был там нескучно в этой Дикой Америке чтобы было с кем общаться друг с другом по крайней мере они последовали его совету и в 27 году они оба этих молодых человека уехали в США и там потом долго и успешно работали ну вот второй из этой пары это Самуэл Гаутсмит тоже голландец родился в Гааге в семье торговцев у него и отец и мать занимались торговлей причем разной несовместной так сказать еще в школе увлекался физикой его очень поразило когда он в какой-то научно-популярной книжке прочитал что спектроскопия позволяет определять химический состав Солнца и звезд они вроде далеко а как про них что-то узнать а вот спектральный анализ поэтому он сразу же заинтересовался сильно спектроскопией в 19-м году поступил в Лединский университет стал там учеником Эренфеста неоднократно посещал Тюбинген потому что это был самый центр спектроскопических исследований Эренфест как-то из каких-то своих соображений решил что настоящего физико-теоретика из него не выйдет и поэтому устроил его на полставки в лабораторию Зеймана в Амстердаме ну вот в этом случае похоже Эренфест несколько поторопился с выводами так что половину недели он проводил в Амстердаме у Зеймана там со спектроскопами и прочей этой аппаратурой а половину в Лейдоне с Эренфестом в 25-м году значит вернулся Улинбек они вместе тогда же предложили опять же вот эту же самую идею спиной электрон похоже что идея витала в воздухе и они это естественно все сообщили Эренфесту на что вот он сказал что это либо что-то очень важное либо полная чушь одно из двух я говорит не могу точнее сказать но вы давайте срочно все бросите и пишите короткую статью на эту тему а еще мы посоветуемся с Лоренцем значит они пошли к Лоренцу советоваться и Лоренц это через неделю после этого всего им передал красивым аккуратным почерком написанную довольно толстую пачку с таких рукописных листов с кучей формул где он пытался разработать электродинамику классическую электродинамику вращающегося электрона конечного размера естественно в те времена получалось в общем-то полная чушь получалось что чтобы иметь вот такой вот как надо момент импульса и магнитный момент этот электрон если предположить что его радиус порядка классического радиуса электрона тогда ничего другого не знали то скорость его поверхности скорость вращения его поверхности должна быть намного больше скорости света ну грубо говоря в 137 раз единицы на Альфорах больше ну и вообще в общем-то классическая электродинамика вот такого вот вращающегося электроника электрона представляла собой в общем совершенно полную ерунду с точки зрения Лоренца ну тогда значит Улленбек и Гаутсмит сказали ну что ж тут поделаешь значит не будем публиковать эту идею что-то с ней не в порядке на что Эринфестом ответил я уже давным-давно ее послал в печать вы люди молодые и вполне можете себе позволить сделать одну глупость ну значит дальше впоследствии оказалось что это не глупости так что открывателями с пеной электрона числятся Улленбек и Гаутсмит хотя Ральф Кроник сделал все то же и даже несколько больше ну на полгода раньше ну значит вот второе вторая мораль из этой басни состоит в том что не надо слишком сильно полагаться на мнение старших а если есть какая-то хорошая идея надо ее в каком-то виде опубликовать да значит тонкую структуру атома водорода эти голландцы не рассматривали вообще поэтому про то что там есть лишний фактор двойка в спиноорбитальном взаимодействии они не знали но когда они эту идею стали ну там как-то другим распространять то или уже когда эта статья была опубликована статьи тогда очень быстро кстати публиковались тем более это по-моему в Nature Nature вообще могла опубликовать через неделю после получения статьи или что-нибудь в этом роде ну в общем их стали физики спрашивать тут же Хайзенберг естественно не забыл про множитель лишний множитель двойка в спиноорбитальном взаимодействии спросила как вы боролись с этой трудностью то есть он решил что они наверное как-то ее победили раз уж они статью опубликовали те с удивлением на него посмотрели и сказали что ничего про это не знают в это время в Лейден приехал Эпштейн вот тот самый который эффект Штарка в водороде считал и он нам помог воспроизвести вот это вычисление про то что вот есть электрон он движется из-за преобразования Лоренца он видит какое-то магнитное поле помимо электрического магнитный момент с ним взаимодействует и действительно получили в два раза больше чем надо спиноорбитальное взаимодействие Эйнштейн прочитал эту статью и рассказал про нее Бору и Бор как раз отнесся довольно положительно неоднозначно положительно но довольно положительно то есть ему очень понравилось что есть такое простое объяснение спиноорбитального взаимодействия что это взаимодействие магнитного момента электрона с магнитным полем которое получается из преобразования Лоренца но с множителем двойка так и было непонятно вплоть до следующего года тогда в общем-то прогресс был быстрый значит вот в 26 году некий английский физик по имени Льюлин Томас Томас это не имя это фамилия был в Копенгагене в институте Нильсобора там все бывали в то или в другое время и он обнаружил что существует некий чисто кинематический релятивистский эффект а ну да то есть тогда там как раз обсуждались вот эти вопросы про спиноэлектроны про лишний множитель двойка он говорит а почему бы все это не посчитать правильной последовательной в теории относительности на что Крамерс ему сказал а да это даст какую-то малюсенькую поправку там порядковая квадрат c квадрат кому-то вообще надо когда лишний фактор двойка но Льюлин Смит был специалистом по специальной и общей теории относительности он как-то не был убежден таким хендвейвинг аргументом и он принялся все считать очень аккуратно и значит он обнаружил некий кинематический эффект то есть чист кинематический той же природы что там Горенцево сокращение там замедление времени который состоит в том что если вот есть частица и у нее есть какое-то выделенное направление ну например спин на самом деле это не обязательно ну частица несет какую-то ось эта частица движется ускоренно вот она из такого состояния перешла в состояние с другой какой-то скоростью и ось эта будет прецессировать она не будет оставаться постоянной хотя ее никто не тянет эту ось тянут частицу за центр масс но из-за того что она движется ускоренно возникает такой эффект что ну вот бусты чистое преобразование лоренца то есть она испытывает один буст потом она испытывает другой буст неколинеарный под углом направленный произведение двух бустов когда они не вдоль одной оси не есть буст это есть буст на который еще наложено вращение в результате эта ось связанная с частицей будет прецессировать и вот если конкретно посмотреть эту прецессию для ну вот рассматриваемого случая то есть когда есть электрон с зарядом ес магнитным моментом в один магнитон бора то оказывается что эта прецессия противоположна по знаку лорморовской прецессии которую все и считали так все считали перейдем в систему покоя есть магнитное поле магнитный момент должен прецессировать нормальная лорморовская частота но есть еще прецессия томаса вот эта кинематическая которая направлена в противоположную сторону и для этого конкретного случая по величине в два раза меньше поэтому она съедает половинку лорморовской прецессии и суммарная частота прецессии оказывается в два раза меньше и соответственно по всем правилам квантовой теории того времени то бишь старой квантовой теории расщепления уровней должно быть в два раза меньше то есть лишняя двойка в спенорбитальном взаимодействии была результатом ошибки просто люди неаккуратно использовали теорию относительности на самом деле этого эффекта вот его все называют прецессией Томаса история достаточно длинная сложная и немножко запутанная на самом деле потому что вот этот эффект то что при перемножении бустов вдоль разных осей получается кроме буста это еще и вращение это знал знаменитый математик Эмиль Боррель еще в 1913 году и в том же самом 13-м году двое каких-то молодых кетюнгенских математиков не помню как их звали получили правильную формулу вот для этой прецессии Томаса на 13 лет раньше Томаса для случая движения частицы по окружности вот если эта частица сделает полный оборот по окружности то вот связанная с ней ось например направление спина повернется формулу эти вывели вот в 13-м году так что это в каком-то смысле есть яркий пример того что некоторые любят называть принципом Арнольда Арнольд это знаменитый математик есть такой у него принципу Арнольда что если какой-нибудь закон там эффект теорема называются именем какого-то человека значит не этот человек первым открыл этот закон эффект теоремы и так далее разумеется есть и следствие из этого принципа этот принцип первым придумал не Арнольд но вот это а в том же 26-м году этот же самый эффект прецессии Томаса я честно говоря точно не знаю независимо или нет также описал еще Яков Ильич Френкель тогда это очевидно был все-таки Петербург я так думаю так в Петроград его позже переименовали да а нет почему нет это даже вообще был наоборот Ленинград что-то я уже ерунду несу вот значит Френкель он немножко на другом языке это описывал на результаты его эквивалентно результатам Томаса Паули это то есть большинство физиков это все сразу убедило в особенности Бора в институте Бора все эти события происходили и Бор вообще был страшно рад что Томас наконец объяснил это непонятное противоречие с величиной спиноорбитального взаимодействия что теперь все стало правильно Паули однако же до сих пор не был убежден он как-то не мог понять почему чисто кинематическая какая-то вот эта прецессия которая не связана ни с каким физическим взаимодействием должна приводить к изменению энергетического расщепления уровней он написал письмо Ренхесту попросил во-первых проверить есть ли такой эффект вообще Ренхест человек грамотный теорию относительности знает он разберется и во-вторых как он считает то есть Паули Ренхеста спрашивает будет ли это иметь отношение к энергетическому расщеплению уровней вот с разной ориентацией спина Ренхест вычисления это релятивистка Томаса благополучно воспроизвел и сказал что в нем все правильно я сказал что вообще говоря должна то есть расщепление уровней должно быть аж на частоту прецессии уж откуда эта частота прецессии произошла это уже несущественно и в том числе прецессия Томаса тут должна учитываться после чего наконец Паули тоже принял идею спина электрона хотя он как-то всегда продолжал так это подчеркивать что спина электрона есть чисто квантовая вещь и говорить что это электрон вращается вокруг своей оси это все-таки нехорошо но вот там он несомненно был прав так значит еще одно ну что ли направление развития которое происходило примерно в это же время это связано с теорией излучения света атом не только излучение поглощение тоже это обратный процесс значит тут придется опять чуть-чуть вернуться назад то есть мы уже обсуждали что Эйнштейн выдвинул идею квантов света в 1905 году он же на эту же тему писал потом еще несколько статей позднее и эта идея то что кванты света объясняют скажем законы фотоэффекта была к этому времени это вот уже речь идет примерно про ну про среди про 20-е годы к этому времени была хорошо проверена и полностью согласовывалась с экспериментальными данными Меликена со всеми кто изучал фотоэффект и несмотря на это идею фотонов в общем-то не признавал кроме Эйнштейна практически никто как-то это все было очень так сказать непривычно все привыкли что это электромагнитная волна там чисто непрерывная то-се значит Эйнштейн тоже прекрасно понимал что просто взять и отменить волновую теорию света невозможно интерференцию и дифракцию можно описывать только на языке вул и никак иначе и поэтому Эйнштейн я точно не знаю в каком году интересно было бы найти это высказывание говорил такую вещь то значит если правительство Германии решит что свет это волны то ему придется запретить фотоэлементы а если оно решит что это частицы то ему придется запретить дифракционные решетки ну это еще более счастливые времена когда Эйнштейн мог шутить насчет правительства Германии до того как там пришел к власти Гитлер и всякие представители арийской физики начали травить Эйнштейна всеми силами но Бор как раз вот где-то в начале 20-х годов говорил но Бор никак упорно не соглашался принять идею о фотонах казалось бы это даже немножко странно но он был категорически против до самого последнего так сказать возможного момента значит он однажды высказался так что даже если Эйнштейн найдет неопровержимое доказательство гипотезы квантов света и пришлет мне завтра об этом телеграмму то эта телеграмма все равно достигнет меня только при помощи радиовол значит Эйнштейну не нравилось что вот в рамках даже уже в рамках старой квантовой теории очень многое оставлялось на долю случая так сказать то есть если атом находится возбужденном состоянии то предсказать когда он вдруг перейдет в более низколежащее состояние и с излучением света невозможно предсказать ну да в какое направление этого излучения невозможно то есть все это описывается только вероятностно и все это его несколько отрицательное в то время отношение оно дальше усилилось после создания собственно новой настоящей квантовой механики и вероятностной интерпретации это уже было некое начало его идеологического расхождения с мейнстримом развития квантовой теории который шел в сторону признания фундаментальности этих вероятностных вещей Бор предположил то есть поскольку с фотонами он иметь дело никак не хотел а квантовый скачок переход атома из возбужденного состояния в более низколежащее это вроде бы мгновенный процесс электромагнитная волна она излучается но долго излучается так то тем более при этом переходе излучается монохроматическая волна и чтобы она была монохроматическая надо излучать хотя бы в течение времени много больше периода колебания этого электромагнитного поля поэтому там непонятно как дела обстоят с сохранением энергии с сохранением импульса и в общем Бор был готов признать отсутствие сохранения энергии импульса в индивидуальных атомных процессах то есть естественно они сохраняются в среднем и теория должна приводить к тому что в среднем для большого числа атомов закон о сохранении энергии импульса должны выполняться но в отдельных актах излучения поглощения света Бор был готов даже отказаться от строгого выполнения законов сохранения энергии и импульса следующий крупный сдвиг в таком общественном мнении насчет квантов света произошел в 23-м году это экспериментальное открытие эффекта Кумптона но что такое эффект Кумптона все знают я не буду это подробно говорить значит это сначала надо долго и упорно монохроматизировать рентгеновские лучи потом эти лучи рассеиваются на атомах на электронах в атомах реально и потом Кумптон измерял снова длину волны этих рентгеновских лучей рассеянных под каким-нибудь углом то-то и обнаружил что она другая что она больше но частота соответственно меньше это уже никак не не лезло ни в какие ворота с точки зрения классической электродинамики в классической электродинамики что такое рассеяние электромагнитной волны на электроне вот идет волна качает этот электрон туда-сюда с частотой омега которые этой волны электрон соответственно излучает волны во все стороны но ровно с той же частотой омега с какой стати электрону излучать электромагнитные волны с меньшей частотой это было совершенно непонятно вот с классической точки зрения то же самое время комтон как раз вполне надежно вне всяких разумных сомнений обнаружил что частота меньше и что зависимость этой частоты от угла как раз такая какую которую предсказывают квантовая ну не не квантовая теория гипотеза эйнштейна скажем в терминах тех времен то есть комтон действительно провел ныне общеизвестный расчет что если мы значит считаем что у нас есть фотон который на налетел на покоящийся электрон рассеялся под углом тета то его энергия изменилась часть энергии он передал электрону который тоже куда-то полетел соответственно его частота стала меньше частота фотона насколько меньше зависит от угла на который он рассеялся на самом деле эту формулу он не первый вывел формула это элементарная там вывод в две строчки ее на выводил крамерс например раньше в копенгагене вор ему сказал что все это полная чушь и немедленно выкинете туда эти свои листочки с этим расчетом что что крамерс и сделал это же посчитал дебай примерно в то же время причем похоже что на тот расчет опубликовал на неделю раньше статьи комптона где более экспериментальные результаты и их вот это теоретическое объяснение но вот то есть это как бы было уже такое совершенно наглядное доказательство существования фотонов которые но частицы и подчиняются законам сохранения энергии и импульсов столкновениях с электронами значит наблюдались экспериментально и рассеянные электроны когда то есть это вильсон своей знаменитой камере ставил этот эксперимент а когда там эта камера с газом получалось рентгеновскими лучами но то были видны следы электронов которые вот вылетели были выбиты этими самыми фотонами куда-то там полетели оставили туманные треки комптон опубликовал статью это американский физик это вообще может быть чуть ли не первое или одно из первых во всяком случае крупных физических открытий связанных с квантовой теории сделанных в сша до сих пор все происходило исключительно в европе докладывал там эту работу на большом количестве разнообразных там сборищ и конференций и в общем убедил наконец довольно большое количество физиков что идею о фотонах надо принимать всерьез что только так можно объяснить вот эти самые результаты а дальше ну вот я думаю как раз как раз вот этот кусочек и еще и успею рассказать дальше было некое очень любопытное развитие которое называется теория бора крамерса слетера значит болтан такой американский физик слетер как все наверно слайдер сколько он сутки американец надо по английским правилам его говорить ладно вот так вот слейтер как раз очень тоже интересовался вот этими всеми противоречиями в представлениях об излучении света атома его как раз абсолютно не устраивал это вот такая вот ну что ли картинка что мгновенно происходит переход атома из возбужденного состояния в менее возбужденное или в основное и при этом излучается монохроматическая волна он-то очень хорошо знал что чтобы излучить монохроматическую волну я надо излучать долго тогда он значит приду попытался примерить эти две вещи и было заодно примерить картинку корпускулярную картинку с фотонами и волновую картинку основанную просто на уравнениях максвелла и придумал надо сказать весьма изобретательную выдумку пользуясь словами паули значит идея слейтера состояла в том что есть и электромагнитные волны и фотоны как же значит происходит излучение атом находится в возбужденном состоянии и он может перейти в любое из ниже лежащих энергетических состояний вот предположим что все время постоянно излучает электромагнитные волны всех возможных частот то есть всех соответствующих переходов ниже лежащее состояние то есть можно представить себе атом в виде набора того что чуть позже получила название виртуальных осцилляторов имеющих частоты соответствующие всем переходам во все ниже лежащие уровни но вот эти вот излучаемые постоянные непрерывные электромагнитные волны они не несут ни энергии не импульса зачем же они тогда вообще нужны какой какой в них смысл а смысл у них такой что если мы ну вот взяли вот этот атом взяли например вокруг него какой-нибудь сферу и проинтегрировали вектор пойнтинга по этой сфере поток энергии плотность потока энергии проинтегрировали вот этих постоянно излучаемых электромагнитных вон с одной из частот омега и житая вот мы из какого-то этого состояния атом может перейти в житая которая ниже по энергии находится он излучает виртуально вот эти самые электромагнитные волны вот с такой частотой у них есть вектор пойнтинга мы его проинтегрируем получим потока энергии через эту сферу в единицу времени но этот вот интеграл от вектора пойнтинга по д-сигма поделим на энергию фотона аж омега и скажем давайте скажем что то есть вероятность излучения в единицу времени вот вероятность того что этот сатон вот с такой частотой в секунду излучиться должна даваться вот потоком энергии этой виртуальной волны наружу из атома деленной на энергию одного квадра но тогда рано или поздно какой-нибудь из этих переходов реально произойдет какой тело случай вероятностный частот процесс и тогда весь этот ансамбль виртуальных осцилляторов перестроиться у него уже будут другие частоты но и дальше все это будет происходить так сказать за дальше когда этот вот он уже излучился светер считал что это в общем то нормальная настоящая частица но только куда как он будет двигаться это определяют по-прежнему все те же самые виртуальные электромагнитные волны вот эти виртуальные волны которые сами по себе не наблюдаем они они в каком-то смысле играют роль волн вероятности вот он похоже первым использовал такое любопытная штуку как волны вероятности которые потом борн предложил в качестве интерпретации всей функции шрёдингера до осветера волнами вероятности были вот эти виртуальные электромагнитные волны то есть он буквально говорил что плотность вероятности найти фотон который есть частица в данном месте есть плотность энергии вот этих виртуальных электромагнитных вон делено я наша мига но очень похожи на самом деле это исключительно похоже вот на вероятностную интерпретацию волновой функции то есть плотность энергии деленная на шами га так как за угол говорят ну там квадрат поля квадрат но электрического и магнитного тут некое усложнение то есть вероятность плотность вероятности найти фотон Он где-то пропорционально квадрату некоего поля, которое управляет этой вероятностью появления фотона. Но идея эта была, я бы сказал, слишком радикальной по своему времени. Но даже в таком виде ее практически не позволили ему высказать. Слейтер приехал в Копенгаген, это был самый конец 1923 года, и там рассказал об этой своей идее Бору и Крамерсу, основным копенгагенским людям того времени. Бору и Крамерс тогда категорически не признавали фотонов, и поэтому ту половину этой идеи, которая связана с фотонами, они решительно отвергли. Но другую половину, связанную с виртуальными осцилляторами, которые все время непрерывно излучают какие-то непонятные виртуальные волны со всеми возможными частотами, они, наоборот, охотно приняли и стали убеждать Слейтера видоизменить эту идею так, чтобы убрать из нее фотоны. И уже через месяц, что на самом деле по меркам Нильса Бора и просто исключительно быстро, они все втроем опубликовали совместную статью, которая содержала вот эту самую теорию Бора-Крамерса Слейтера. Слейтер потом, много лет спустя, в общем-то, в воспоминаниях говорил, что его чуть ли не там насильно заставили отказаться от его замечательной идеи, и что эти нехорошие люди, то бишь Бор и Крамерс, его практически отстранили, взяли из его идеи то, что им нравилось, и сами написали статью. Ну, в какой степени это было насильно, сейчас уже разобраться трудно, но статья подписана всеми тремя авторами. Написана она исключительно в Боровском стиле, совершенно вот с этими длиннющими пространными рассуждениями такими какими-то. Не содержит ни одной формулы, что, в общем-то, совершенно для теоретической статьи как-то даже странно. И написано от момента появления Слейтера в Копенгагене до момента, когда они уже отослали статью в журнал, прошел всего месяц. Бор, если бы он действительно писал эту статью, он бы затеял там 20 корректур, все это переделывал на кучу раз, и занял бы это много-много дольше. Так что, ну, Слейтер там явно не участвовал в написании, но создается впечатление, что это, может быть, Крамерс писал. Ну вот. Так вот, значит, в этой самой теории говорилось следующее вещи. Это все довольно туманное рассуждение. Я еще раз говорю, вообще без формул. Туманное рассуждение такие. Значит, атом находится в каком-то состоянии, его можно представить себе как набор виртуальных осцилляторов. Эти виртуальные осцилляторы соответствуют всем возможным частотам перехода из вот этого состояния в другие энергетические состояния. Эти виртуальные осцилляторы непрерывно, все время излучают виртуальные волны с соответствующими частотами. Эти виртуальные волны, они не есть настоящие электромагнитные волны, их нельзя наблюдать. А зачем они вообще нужны? А за тем, что они могут вызывать переходы других атомов из одних состояний в другие. Каждый атом находится в каком-то очень сложном виртуальном поле, созданном всеми остальными атомами. И эти виртуальные поля определяют вероятность того, что этот атом из своего состояния перейдет в какое-нибудь другое. То есть они, собственно, ровно для этого и только и нужны. Определять вероятность перехода в тех атомов, до которых они долетели. При этом использовалась аналогия с вынужденным излучением имени Эйнштейна. Более того, в этой статье утверждалось, что спонтанного излучения нет на самом деле. Что спонтанное излучение – это вынужденное излучение атома под воздействием этого виртуального поля самого себя. А может быть, вынужденное излучение под воздействием поля другого атома. То есть механизм вынужденного и спонтанного излучения как бы становился таким, полностью единообразным. Волны все эти приводят к тому, что нет жесткой причинной связи между переходами в одном атоме и переходами в другом атоме, с которым он взаимодействует. Связь есть только вероятностная. Опять же появляется любимая Боровская идея, что нет закона сохранения энергоимпульса в индивидуальных атомных процессах. Но он выполняется статистически. То есть статистически, если, например, данный атом под воздействием каких-то чьих-то виртуальных полей прыгнул, скажем, вверх по энергии. Ну, прыгнул вверх, прыгнул вверх, энергия увеличилась. Да, таки да, ничего тут не поделаешь. Но из-за того, что он прыгнул вверх, у него перестроились его виртуальные поля, которыми он воздействует на другие атомы. И они перестроились таким образом, чтобы уменьшить вероятность перехода этих других атомов вверх и увеличить вероятность перехода вниз. Поэтому, скорее всего, через некоторое время какой-нибудь другой атом чисто вероятностным образом перепрыгнет вниз, и в среднем энергия будет сохраняться. Ну, в общем, на самом деле идея достаточно мутная. Четко она так и не была никогда сформулирована. Чтобы как-то на этом этапе вообще опубликовать такую статью, им нужно было что-то сказать о Комптон-эффекте. Просто иначе было бы неприлично. Но Комптон-эффект они объясняли в том же невнятном стиле. То есть, когда вот эти самые виртуальные, не несущие ни энергии, ни импульса, ничего, только одни вероятности волны достигают свободного электрона, этот свободный электрон точно так же, как атом, может совершить какой-то переход. А что такое переход для свободного электрона? Он может вдруг взять и приобрести какой-то импульс. Вот он стоял, и вдруг полетел. Сохранения импульса нету, только в среднем. А дальше предполагалось, что изменение частоты в Комптоновском рассеянии – это следствие эффекта Доплера. На самом деле, по формулам можно убедиться, что можно подогнать таким хитрым образом скорость того, что излучает эту рассеянную волну, чтобы зависимость частоты от угла получилась правильной по Комптону. Ну и, значит, Паули при всем своем огромном уважении к Бору, в общем, был явно не в восторге от этой идеи, он в статьях подчеркивал, строго говоря, не критиковал, только подчеркивал ее странности. Странностей там, конечно, достаточно. Эйнштейн тоже очень отрицательно к этому всему отнесся. И буквально сразу же, то есть в 1925 году, это в том же году, в том же году, только в конце года, эта идея была опровергнута экспериментально, двумя экспериментами. Во-первых, это эксперимент Боттегегера. Эксперимент Боттегегера – это, на самом деле, первый пример применения метода совпадений. Но тогда электроники не было, метод совпадения применялся в этом смысле довольно кустарно, но, тем не менее, в первый раз. То есть они повторяли эксперименты Комптона, и при этом старались зарегистрировать и рассеянный рентгеновский квант, и получившийся электронотдачей. И они регистрировались разными системами, разными счетчиками, но те и другие по возможности точно определяли момент времени. И дальше, в рамках этой точности определения момента времени, смотрелось, одновременно ли появился рассеянный фотон и электронотдача. И довольно часто, хотя не всегда, там была, естественно, какая-то не стопроцентная эффективность, то есть там могли один из них увидеть, другой не увидеть, но достаточно часто они регистрировались одновременно. То есть много чаще, чем следовало бы из чисто случайного. Если чисто случайно по времени распределены рассеянные фотоны, и чисто случайно отдельно распределены электронные отдачи, то такие совпадения случались бы много реже. И, кроме того, сам Комптон усовершенствовал свой эксперимент, проводил его в камере Вильсона, где регистрировал трек электронной отдачи. И из законов сохранения энергии импульса, специальной теории относительности, следует, что угол, под которым полетел рассеянный фотон, и угол, под которым полетел электронная отдача, однозначно связаны. Один угол через другой просто выражается. Некая простенькая функция с какими-то синусами. И обнаружил полное стопроцентное согласие с предсказанием законов сохранения энергии и импульса в индивидуальных актах рассеяния фотона на электроне. Тем самым теория Бора, Каммерса, Слейтера была благополучно похоронена, не проживши года. Но, тем не менее, она сыграла свою роль переходного этапа для создания правильной квантовой механики, который произошел в 1925 году. Ну ладно, давайте мы на этом на сегодня закончим.